Девушки отдыхают Самые наглые ответчики Я в сердцах в статерти рванула На пол ее бросила и ушла Такого вы не видели никогда Поставьте, пожалуйста Это наглядный пример Все это в программе Судебные страсти с Николаем Бурделовым Сегодня в программе А еще неизвестно, сколько мужчин Просто отказалось платить Или просто ушли от этого Ну а какая разница? То есть отца нужно искать и искать Пять лет трое мужчин платили алименты На одного и того же ребенка Во время командировки Екатерина Уварова завела роман Сразу со всеми и забеременела Папаша не узнали бы о существовании друг друга Если бы не соседка-почтальон Он шумит, будит, потребляет энергию Но только пыль он никак не убирает Я это докажу Когда Лидия Митина покупала Очень дорогой пылесос Она не подозревала, что у дочки обострится астма Теперь в суде она пытается доказать Что при покупке ее ввели в заблуждение И техника неисправна Мази все Потом дома лечился неделю У меня адская боль Там какое половое влечение Все вообще пропало Собираясь пойти покурить в туалет Олег Машинистов и не подозревал Что его мужское достоинство Находится в большой опасности Теща за минуту до этого Вылила в унитаз банку керосина Истцы Станислав Мальцев и Павел Олейников Подают иск с требованием вернуть алименты Ответчик Екатерина Уварова иск не признает Утверждает, что не принуждала выплачивать алименты на дочь Слушание дела объявляю открытым Ваша честь Я Павел Валентинович Мальцев Предъявляю иск К Екатерине Валерьевне Уваровой На сумму 81 тысяча рублей Прошу взыскать эти деньги С этой падшей женщины Я вижу, что ответчик стоит Почему вы говорите, что она упала? Я сейчас все объясню В течение пяти лет Я перечислял эти деньги Как бы на содержание Как я считал, своего ребенка Но теперь я так не считаю И прошу взыскать эти деньги В мою пользу Понятно А вы почему? Ваша честь Я тоже хочу предъявить иск Этой женщине Екатерины Уваровой Подлой женщине Которой в течение четырех лет И шести месяцев Я ей высылал деньги Якобы на содержание своего ребенка А у вас что, двое детей? Нет, у меня одна дочь Одна дочь? Одна дочь То есть что, получается, что вы Оба высылали деньги На содержание одного ребенка? Получается так Ну что ж Я недавно получаю письмо От соседки Екатерины Одну минуточку Одну минуточку А вы-то сколько Требуете взыскать? Я требую взыскать 68 379 рублей У меня вот Документы с бухгалтерией Каждый месяц Вы считали По 25% С моего заработка А сколько ребенку лет? Четыре с половиной года То есть за четыре с половиной года Вы прям с момента рождения И высылаете деньги? За четыре с половиной года 68, а вы 81 тысячу Да А почему разная сумма-то? Объясните Ну, просто они так решили Это вы сами решили? Нет Я перечислял по полторы тысячи в месяц Вот все квитанции Об уплате Так А я перечислял Передайте, пожалуйста, доказательность Пожалуйста По 25% заработка Их расходов Суду Так, а это что? А это письмо Соседки Екатерины Уваровой Которая сообщает мне Что она, работая на почте В течение почти пяти лет Получала почтовые переводы Для нее От меня И еще от двух мужчин Как, подождите Еще от двух Ну, то бишь от меня От Павла Олейникова Так И Петра Артамонова Он не пришел в суд Потому что мужчина женатый И просто отказался платить Ну Так, подождите Значит, вас в общей сложности трое Трое, да, получается Да, совершенно верно Трое Да А откуда вы про Артамонова-то узнали? А вот в этом письме все изложено Это соседка Она все подробно написала Она здесь Истец Расскажите, что написано в письме Она здесь пишет Что нас трое Посылающих ей переводы Дала конкретные адреса Телефоны Я созвонился с этими товарищами Значит, там такая ситуация получается Екатерина Будучи Биологом по профессии Приехала в командировку В мой город Перм У нас случился Быстрый роман Очень увлекательный Интересный Быстротечный Где-то дня через четыре Она уехала в другой город В командировку Через месяц Она мне сообщает Что она беременна И я Из своих истинных чувств О заботе О ребенке О любви к ней Начинаю посылать Эти деньги На содержание своего Как я считал Ребенка Ну что ж, это похвально Очень Ну сейчас-то я в этом Очень даже сильно сомневаюсь Вы сомневаетесь Или вы точно знаете Что дочь не ваша? Переехав в другой город Екатеринбург Она вступила с ними В половую связь С кем? С Павлом и Петром Через определенное время И мне она через месяц сообщает Что она беременна То есть, понимаете В этот маленький промежуток Она общалась с нами С троими И неизвестно Кто еще отец Ах, вот она в чем дело Вот в чем дело, да Поэтому я требую Взыскать с нее эти деньги Хорошо Мне понятно Итак, вы теперь Не уверены Что это ваша дочь Хорошо А если А если, допустим Значит Предположим сейчас Да, что Дочь ваша Вот тогда что Тоже надо взыскать Эти деньги? Нет Но если будут Результаты экспертизы Признать не меня отцом Я согласен Скажите, пожалуйста Ответчик Как вас зовут? Меня зовут Екатерина Уварова Екатерина А скажите, пожалуйста На какую фамилию Записана ваша дочь? Дочь записана На мою фамилию Понятно А какое отчество У дочери? А как вы думаете Какое отчество Я могла дать Своей дочери? Я спрашиваю вас Какое отчество У дочери? Павловна Павловна Вот видите Дочь имеет Может быть это ваша дочь Она имеет отчество Павловна Я тоже так считал Вы поймите мои чувства Так, мне позиция понятна Теперь скажите мне вы Павел Петрович Павел Петрович Олейников Проживаю в городе Екатеринбург С этой женщиной Тоже познакомился Когда она была там В командировке У нас завязался Маленький такой Ну не сказать Очень легкий роман Что тяжелый роман? Да, очень тяжелый Потому что Приехавший из Перми Как она сказала С командировки У нас был с ней Очень чудесный секс Который длился неделю После этого она Таким образом Все понятно Да Не надо продолжать Таким образом Вы тоже можете предполагать Что ответчик Родила дочь от вас Да, могу только предполагать После этого Все, спасибо Ответчик Ну что скажете Я ни от кого Из этих двоих мужчин Не требовала деньги Понимаете? Не требовали Хорошо, одну минуточку Скажите мне, пожалуйста Павел Валентинович Павел Петрович Какие-либо письменные требования Со стороны ответчика О выплате ей Компенсации На содержание дочери Нет, ничего не было Ваша честь Ничего Это наше личное проявление Заботы То есть другими словами Вы добровольно Павел Петрович И вы добровольно Да? Да А платили эти деньги Да, ну Понятно А еще неизвестно Сколько мужчин Просто отказалось платить Или просто ушли от этого Ну а какая разница То есть отца нужно искать и искать Но если вы хотите искать Отца ищите Кто вам мешает? Мы сейчас говорим о деньгах Вы хотите получить деньги назад Суд выясняет Дело даже не в деньгах Ну как могла эта безразвственная особа Мы не разбираем сейчас нравственность человека Посмотрите вот на этого ребенка Так, отвечу Неужели вам жалко? Отвечу Успокойтесь Я задаю вам вопрос А вы на них отвечайте Итак Вот то, что рассказали два Павла Соответствует действительности? Да Это соответствует действительности Ну расскажите, Судов От кого родился ребенок-то? Ваша честь Я не знаю, от кого родился ребенок Все дело в том Что я была в командировке На Урале Действительно в трех городах Биолог, понимаете? Ей над крысами опыта ставить А она над мужчинами ставит Паша, ну ты так не считал Раньше ты так не считал Ведь так? Да, спасибо соседке Глаза открыла Судук, судук Один мне обещал Я озолочу тебя Я одену тебя обуем Другой мне обещал Что он женится на мне Третий вообще говорил Что ты будешь у меня Одна единственная У нас был замечательный Я не знаю Божественный секс Они все мне все обещали Это со мной, наверное И в конце концов Когда я им сообщаю Своей беременности Как-то вопрос Вопрос о замужестве Сразу снимается С повестки дня И один, и второй, и третий Почему? Какой-то чёс по деньгам Вы утомили суд Я штрафую вас Павел Валентинович На одну тысячу рублей Павел Петрович И вас на одну тысячу рублей В следующий раз Удалю из зала Если не может Если слов не понимаете Только так приходится С вами общаться Ваша честь Я действительно не знаю Чей-то ребенок А экспертизу У меня не было денег Проделывать эту Я не знаю Как это делается Когда это делается Вы же биолог Как же вы не знаете? Просто экспертизу По установлению отцовства Я не делала никогда Я проводила все эти вещи На бабочках И на всем остальном Да ей незачем Это бы делать Ваша честь Ей только денег Побольше срубить С одного, второго, третьего Не важно каким вы Не важно каким путем Павел Валентинович Я слово вам давал Ну продолжайте Я прошу учесть Что все эти деньги Я тратила исключительно На свою дочь Вы можете спросить У любого У всех моих соседей Моя дочь А что это за письмо Я понимаю Что это за письмо Письмо от моей соседки Ее бросил муж Он ей вообще Ничего не выплачивает Она сидит Считает копейки До зарплаты Ребенок буквально Голодает ее Я постоянно помогаю Продуктами Чем могу Лучше наверное Голодающему ребенку Помогать Павел Петрович Еще на одну тысячу рублей Я вас штрафую Не умеете себя вести Абсолютно Никакой выдержки нет Она просто Знает о том Что мне действительно Присылают деньги Трое мужчин Она об этом прекрасно знает Ну как вы себе можете Вот представить Что женщина Которая Кажем так Перебивается С копейки на копейку Может быть она Слышала об этом Понятно Так Значит у меня Еще один вопрос Екатерина Валерьевна Вы Какой доход Имеете Среднемесячный Ой доход у меня Невысокий Какой 12 тысяч Рублей 12 тысяч рублей в месяц Да Понятно Вам есть что добавить Исцы Я требую взыскать Эти деньги Я это слышал Дело даже не в деньгах А в принципе в моральном Как она могла сыграть На моих истинных чувствах Ребята Я тратила эти деньги На ребенка Екатерина Валерьевна Вы согласны вернуть Деньги по требованию Исцов Нет Я у них Эти деньги помогала Суд удаляется для принятия решения Горячие разборки Прямо в зале суда Давай попробуй Попробуй Маленькие трагедии Из-за больших глупостей И у нее определили аллергию Вы извините пожалуйста На мою сперму Якобы она ядовитая Такого Вы не видели никогда Или мы погибнем В ядерной катастрофе Или закр**им Мировую революцию Все это в программе Судебные страсти С Николаем Бурделовым Оглашается решение суда Уважаемые истцы Суд не находит правовых оснований Для удовлетворения Ваших исковых требований Ребенок есть Вы оба считали себя Отцом этого ребенка И в соответствии со своими Представлениями О порядочности Как мужчины Выплачивали деньги На содержание этого ребенка Причем выплачивали их добровольно Никто вас не принуждал Никто никаких преступных Действий по отношению к вам Не совершал Суд признает При этом Что вы действовали неразумно Но при этом Достаточно добросовестно Признаков уголовного преступления В ваших действиях Ответчик Суд Не находит Поэтому Не считает Необходимым Передавать материалы данного дела Для Расследования В следственные органы Вам решение суда Понятно истинь? Слушай, не дело окончено Улыбаешься Как ты могла сыграть На моих истинных чувствах? Решение суда В иске отказать Далее в программе Он шумит, гудит Потребляет энергию Прекрасно работает Продолжили стенды Но только пыль Он никак не убирает Я это докажу Желая избавить дочь от астмы Лидия Митина Купила очень дорогой пылесос Но ожидания не оправдались Она уверена, что продавец ее обманул И требует компанию вернуть ей деньги Мази все Потом дома лечился неделю У меня адская боль Там какое плавое влечение Все вообще пропало Собираясь пойти покурить в туалет Олег Машинистов и не подозревал Что его мужское достоинство Находится в большой опасности Теща за минуту до этого Вылила в унитаз банку керосина Если ваш иск не принял ни один суд Не расстраивайтесь В программе судебной страсти С Николаем Бурделовым Вы увидите дело подобное вашему Смотрите программу Судебные страсти С Николаем Бурделовым Истец Лидии Митина Требует возместить материальный ущерб По размере 59 тысяч рублей За неисправный пылесос Ответчик, представитель компании Никита Востряков Иск не признает Утверждает, что пылесос Находится в рабочем состоянии Слушание дела объявляю открытым Вам слово Ваша честь Я пришла, чтобы вернуть свои деньги За неисправный пылесос Сумма довольно большая Для меня 59 тысяч рублей Вот у этого ответчика Я недавно купила пылесос Лично у него Или в компании, которую он представляет? Он представляет компанию Он дилером является Понятно И он вас убедил Купить пылесос Который стоит 59 тысяч рублей? Да, он меня убедил Он меня вбил в заблуждение Конечно, это дорого Я считаю, она стоит дороже Чем любая стиральная машина Ну да Намного причем Вы знаете Я не знаю, как я так повелась на это Дело в том, что пылесос Наш пылесос многофункциональный И вы сами его взяли Да Ответчик, я задал вам вопрос Молчите Дома у меня была демонстрация Работы этого пылесоса Они заливали какую-то жидкость Чистили полы И даже одеяло Матрасы Вы знаете В общем-то Мне очень понравилось Тем, что когда они Открыли этот пылесос Вода в нем была Очень грязная Пена Вот эта вот А это водяной пылесос Много было всяких Это водяной пылесос Это водяной пылесос А, понятно Вот Вода была очень грязная Там были какие-то хлопья Потом они еще мне показывали Какие-то картинки С этими клещами И аллергенами Конечно же, я уже с нос думаю Ну, мой ребенок Вот этим дышит И ради ее здоровья Она у меня аллергик И чтобы как-то облегчить И чтобы как-то облегчить ее жизнь Я купила вот этот пылесос Сейчас он у меня не работает Он делает все, что угодно Мистец Этот пылесос Я так понимаю Был куплен вами Для того, чтобы убирать пыль Из всего помещения Да Так правильно? Правильно Да, я хотела Ну и что, он не выполняет эту функцию? Нет, он сейчас не работает То есть он работает Он шумит, гудит Потребляет энергию Как это не работает? Он прекрасно работает Проводили стенд Я дам вам слово Ну только пыль он никак не убирает Я это докажу Я после этого пылесоса Все время хожу с влажной тряпочкой И протираю У меня дочь даже домой не может зайти Потому что вместо того, чтобы зайти в чистый дом В чистую квартиру Она почему-то уходит на улице Когда я убираюсь Истец Я хочу узнать А у вас обычный пылесос есть? Был у меня обычный пылесос Но вот я решила Знаете, у меня было два выбора Поехать То есть отправить дочку в санаторий Или же вот Почему-то подвернулся вот этот делик Подождите Обычный пылесос, я спрашиваю Есть у вас? Да, у меня есть обычный пылесос Но он Одну минуточку, Истец Так вот что, ваш обычный пылесос Работает лучше, чем тот пылесос Который вам продал ответчик? Получается, что так Получается или работает лучше? Так и есть Я взяла новый пылесос Только потому, что он делает еще влажную уборку То, что мне нужно было А сейчас получается, что это... Но влажную уборку-то он делает или нет? Старый пылесос, он не делает влажную уборку Я понимаю, что старый не делает Новый пылесос делает влажную уборку? Сейчас уже нет То есть он что, немножко поработал и сломался? Он гоняет воду, да, он гоняет воду Потом эта пыль почему-то... То есть вот эта пыль должна оседать в этой воде, видимо Через некоторое время у меня ребенок Почему-то стал еще больше кашлять И вот эта вот ее болезнь обострилась Вот, у меня даже вот есть справка Я понял, что ваш ребенок стал чувствовать себя хуже Передайте мне, пожалуйста, документы, подтверждающие Покупку вами пылесоса, медицинскую справку Пожалуйста Что там еще? Чек Все? И чек, ну понятно Так, инструкция на пылесос, вот она Вы действовали точно в соответствии с инструкцией? Конечно Понятно Так, ответчик, ну теперь говорите Ваша честь, я против иска Так как наша компания... Прежде чем вы будете против иска и высказывать мнение от своей компании Вы должны представить мне доверенность от вашей компании О том, что компания поручает вам вести дело в суде, это раз И свои документы о том, что вы это вы Передайте суду Спасибо Ну слушаю вас Ваша честь, наша компания занимается продажей бытовой техники Погромче Продажей бытовой техники Это уже поняли Многоуважаемая Лидия Николаевна приобрела у нас пылесос Моющий с функцией ионизации воздуха Поэтому он такой дорогой Мы не заставляли ее покупать такой дорогой пылесос У нас есть... Вы ее не заставляли, вы ее убедили Мы ее убедили, просто то, что ей это нужно Вот, то, что она хотела Мы ей предложили варианты И она рассмотрела все их и выбрала самый наилучший На самом деле замечательный пылесос Вот, и он стоит тех денег, которые она за него заплатила То, что она говорит, дочка у нее стала больше болеть И извините, пылесос это не лекарство То, что дочка... Он никак не влияет на болезнь... Вот ты знаешь, к сожалению, повлияло очень даже Ответчик, я прочитал в инструкции по эксплуатации вашего пылесоса Что этот пылесос на самом деле удаляет всю пыль Удаляет аллергены и там что-то еще заумное написано То есть вы убеждали ответчика на основании рекламной продукции О том, что этот пылесос на самом деле полезен для здоровья Он не полезен для здоровья А что, вреден? Никак он не может, это же не лекарство И он не вреден, он просто убирает пыль А как говорится, чистота это залог здоровья Если в доме чисто, соответственно, чистый воздух И соответственно... Истец утверждает, что влажную уборку этот пылесос делать не может Не в состоянии Ну как, у него есть функция влажной уборки Пока не работает же эта функция Демонстрировали, пока не демонстрировали Дома это действительно было все нормально Через месяц совершенно другая ситуация Первый раз я... Хорошо, если пылесос не работал Истец к вам обратился с просьбой вернуть деньги Вы отказали ей, правильно я понимаю? Да Отказали Значит, нужно было убедить и с Сашей Что вот пылесос работает Показать еще раз Мы провели стендовые испытания Забрали все фирмы пылесос И провели полностью стендовые испытания Пылесос соответствует всем техническим характеристикам Тем же самым, что он соответствовал месяц назад Он работает так же прекрасно Но срок истек возврата этого пылесоса Прошло 30 дней уже И тем более он уже не имеет товарного вида Мы уже не можем его забрать обратно и вернуть деньги Дело в том, что я поделился своей проблемой С подругой И вот она мне сказала Что она какое-то время работала в этой компании Вот, почему она оттуда ушла Я толком не поняла Но у них есть какие-то свои секреты Какие-то махинации Которые они применяют для того, чтобы у них купили этот пылесос Может быть расскажете про эти секреты? Вы знаете, эти секреты я сама не знаю Я думаю, что она могла бы более подробно и четко рассказать Она это кто? Это моя подруга Жарова Марина Степановна Марина Степановна? Да А где она нам расскажет? Она здесь А, она в суде? Да Ну так зовите ее сюда Позовите Марину Степановну Свидетели СЦА, пройдите Вы знаете Жарову Марину Степановну? Нет Это я, Ваша честь Здравствуйте Здравствуйте О, мальчик золотой наш Привет Никита Сергеевич Ты еще его знаешь? Нет, я первый раз вижу эту женщину Как первый раз? Может быть она и работала в нашей компании Может в другом отделе, я не знаю Вот и здесь уже врет Ваша честь, я как полгода назад оттуда уволилась Из их циранской компании Одну секундочку, Марина Степановна А сколько времени вы работаете в компании? Четыре года Четыре года, да Понятно А сколько человек у вас всего там работает? Крупная компания, продавцов больше ста человек Так что всех Ну, ста человек это не крупная компания Возможно А вы кем работали? Продавцом Вы тоже работали продавцом? Я покрасила волос, может он меня не узнал Тоже были обманщиком? Да Пришлось обманывать Но потом уже мои нервы не вытерпели Цыганских талантов у меня нет Люди обманут И я уволилась по собственному желанию, кстати Вот так По собственному, точно Вас не попросили оттуда уйти? И никому своим родственникам, своим знакомым Я не говорила о их компании Мне было стыдно Ну и зря И когда я узнала, что моя Лидочка купила пылесос Мне же сейчас даже плохо от этого У нее девочка болит И они спарили этот пылесос Ну ладно, расскажите, как они обманывают народ И что это такое? У них есть такая жидкость секретная Якобы они ее продавали там По 200 и по 1000 рублей могли продать У кого какой талант Вот А у меня вот она сохранилась там на полочке Я вам ее сюда принесла Это простая наша жидкость Может быть сода И может быть уксус Смотрите, вот они так вот талантливо это делали Насыпали соду Немножечко Потом наливали кисленькую Наливали кисленькую Кисленькую водичку наливали Вот так вот И все шипело Все пенилось Представляете? Вот, вот, вот И появлялись там жучки и паучки И таракады, клопы И любые тебе, пожалуйста Звездочки могут там захореться, заиграть На самом деле, если свидетель занимался Таким нашей компанией То скорее всего ее просто попросили уйти Она не сама уволилась Но это не значит Это не нужно клеймо стоять на всю компанию То, что у нас все занимаются Именно жульничеством Это неправда У нас очень честная компания Работает много лет Марина честный человек Поэтому она не смогла там работать И такое просто впервые И не надо нам рассказывать Подобных исков нам просто не было Тогда хорошо Тогда у меня хватит Тогда у меня к вам еще один вопрос Ну а как вы объясните Что в вашем присутствии При работе пылесоса Там появлялись вот эти частички грязи Как объясняет истец А как только истец оставалась одна У нее ничего этого не было А дом оставался грязным Я понимаю, о чем идет разговор А потому что они забыли ей жидкость подарить Давайте мы послушаем Пылесос убирать замечательно И просто потом почему не начали появляться Эти хлопья грязи Потому что в квартире было чисто А то, что я понимаю У истца больной ребенок Я ему от всей души сочувствую И могло на этом фоне У нее просто возникла фобия В любом случае ты не вернешь эти деньги И оказалось, это пыль и грязь везде Вы продолжаете настаивать, что это Обычный пылесос Просто более надежный Да, более надежный, более качественный Более функциональный Поэтому более дорогой Конечно Эти аферисты, они могут вообще и родину продать Не только пылесос Суд удаляется для принятия решений Он не допустит беспорядка в суде Веди себя в суде культурно И не обманывай народ Не то мой дар литературный Между ног твоих клинком войдет Сволочь! Судья Николай Бурделов Это уже называется хулиганство Судья Николай Бурделов Самый строгий судья Вы оштрафованы на 2000 рублей За нарушение порядка в судебном заседании Смотрите программу Судебные страсти С Николаем Бурделовым Объявляется решение суда Уважаемый истец Заслушав Ваше заявление в суде Заслушав вашего свидетеля Выслушав Показания ответчика Суд приходит к выводу Что правовых оснований Для удовлетворения вашего иска Нет Ответчик убедил суд Что данный пылесос Которым вы пользуетесь Соответствует тем техническим параметрам Которые указаны В сопроводительных документах И в технических характеристиках На этот пылесос Вы видимо Рассчитывали получить то Чего получить невозможно Ну а то что пылесос дорогой Надо быть более осмотрительной Наверное И Внимательным Для того чтобы не попадаться На удочку Людям которые хотят нажиться На покупателях Да это мне будет уроком Видимо да Итак в иске вам отказано Вы понимаете решение суда да? Да Слушаем дело окончено Решение суда В иске отказать Далее в программе Мази все Потом дома лечился неделю У меня адская боль Там какое плавое влечение Все вообще пропало Походка Олега Машинистова Вызывает смех и удивление Но Олегу не до шуток Коварная теща за минуту До того как зять вошел в туалет покурить Вылила в унитаз банку керосина Счастье что Олег не сгорел весь Истец Олег Машинистов Подает иск с требованием Возместить материальный ущерб За причиненную травму И компенсировать упущенную выгоду Отвечек Лариса Захваткина Иск не признает Утверждает что истец пострадал По собственной неосторожности Слушание дела объявляю открытым Ваша честь Значит дело в том Что моя теща меня просто покалечила Мы живем с женой В квартире у тещи То есть втроем живем Она зверюга просто лютая Ну мы живем с женой Не производит впечатление лютой Ну она такая маскироваться умеет Вот дело в том что мы живем с женой И есть теща на ее территории Так вы сначала скажите Что вы хотите Отсюда Хочу чтобы она мне возместила Ущерб в 34 тысячи рублей Значит я поясню Это вот у меня документики есть Справочки 7 тысяч за лечение И соответственно 27 тысяч За то что я Значит не смог выступить на показе Я работал фотомоделью Из-за ее такой маленькой Так сказать шалости Я В больничку Слег на неделю 34 тысячи рублей Целую неделю лечения Долго не работаете И что же такого сотворил Отвечу Рассказываю Значит Ситуация вот такая У меня был показ В этот злополучный день Ну и буквально уже значит Собирался я Выйти На работу Показ как модель Да Да Белье рекламирую Белье? Да Белье мужское Значит собрался Уйти на работу Что есть такие показы? Конечно Конечно есть Вы можете изучить там Каталог захватил ты? Каталог захватил? Не ну ты все порвала Я не могу Что нам нужно Ты изучала видимо Это что я Стоите и молчите сейчас Хорошо Вот суть в том Что значит собрался Перед этим решил покурить в туалете Она что творила в это время С керосином там на кухне Воня стояла Ну просто ну не знаю Такой вонищий Я не встречался А вот что нет газового Снабжения? Да я не знаю что нам мудрит Он что там мудрит с керосином У вас газ в квартире есть? Ну есть А зачем тогда керосин? У него квартиры то нет Какой у него газ то может быть? Пускают некоторые Газ тоже бывает По штрафую В общем суть в том что Пошел значит покурить Я не успел туда дойти Потому что она перехватила Вырвала дверь Так сказать я на минутку Какая там минутка Там на секунду Женщина геракл просто Буквально две секунды прошло Одна тысяча рублей штраф За нарушение порядка В судебном заседании Выходит с таким ехидным взглядом Я так не придал значения Хотя почувствовал что это не то Ну сел значит на талчок Я извиняюсь Закурил Докуриваю все Бросаю окурок В унитаз И тут такой факел Я себе яйца спалил Я извиняюсь Это был пи*** просто какой Вы понимаете ситуацию какую Замолчите Замолчите Истец Как вас зовут Олег Геннадьевич Олег Геннадьевич Вот в зале Находится много женщин Какие женщины Я ситуацию объясняю Теперь меня слушать И ваша нецензурная брань Доходит до ушей женщин Которые вполне возможно И скорее всего Не желают Слушать ваши Эти выражения Допустите еще раз Удалю из зала Буду рассматривать Ваш иск Ваше отсутствие А сейчас Две тысячи рублей штрафа Продолжайте В общем такая ситуация Значит Факел такой У меня в глазах салют Я не знаю Слезы как круче Чем в новогоднюю ночь Вот Ну соответственно Дальше что там Неделя в больнице Мази все Потом дома Лечился неделю У меня адская боль Там какое половое влечение Все вообще пропало Естественно Такую травму нанесла Документы давайте Из больницы Которые у вас Вот здесь все Документы Половое влечение у него Это все Да Понятно Итак Вы получили ожог В результате которого Пострадало ваше тело Очень пострадало Я бы даже сказал Будете в следующий раз Более внимательными Вот тут будешь Внимательность Такой Дравоценный Теща Истец утверждает Что перед тем Как он зашел в туалет Вы Баловались Как он говорит С керосином Керосин у вас в доме был? Ну во-первых Ваша честь Я иск Керосин в доме был? Я спрашиваю Не признаю Иск в том Смысле что Я спрашиваю Керосин у вас в доме был? В тот день Керосин может быть и был Вы пользовались керосином в тот день? Ну в общем-то Кисточки замачивала Я хотела мебель Отреставрировать Что значит кисточки? Кисточки замачивала Дело в том Что я посмотрела По телевидению И там показывали Как можно отреставрировать мебель Но зять Он уже показал Кто он такой Он бездельник И помогать мне нет Меня не интересуют Его способности К производству И прочее Меня интересует Сейчас следующее Перед тем Помолчите Отвечайте только на вопросы Итак Перед тем Как зашел ваш зять В туалет Вы Зашли Оттолкнули его В туалет Ну зачем же мне его отталкивать? Он бы мне Как он сказал Что бы мне и было Вы попросили его Подождать Несколько мгновений? Да Попросила После того Когда зашли вы в туалет Что вы делали там? Я замачивала кисточки И вылила Вот содержимое За Это Керосин Керосин Правда Спустя Да Я вылила Вылила Спустишь Не оттелишься Вы меня все-таки Вынудите удалить вас Итак Ответчик Вы Керосин Бросили в унитаз Понятно А вы знали о том Что Кстати А из теста курит? Курит А где он курит? В туалете Всегда в туалете? Всегда в туалете Понятно А вы знаете о том Что если курит в туалете То бросают Остатки сигареты Вот туда Вниз Там где вода Да Это мне известно Конечно Понятно Таким образом Вы фактически подтверждаете Что в результате Ваших действий Истец получил травму Дело в том Что я подтверждаю Хотя могла бы там Вилять хвостом Что называется Но я подтверждаю Но это было сделано Мною неумышленно Я вылила Просто содержимое Из стаканчика В котором были Замочены кисточки Кто-то заявил У вас свидетеля Кто свидетель Да Мама моя любимая А зачем Зачем Что о чем будет Мама говорить Она как бы знает Всю ситуацию Отношения Драгоценной Тещи ко мне Все ее подряды Кто тебя держит Ты вали от меня Одну минуточку Уже сил нету Вы взрослый человек Почему вы нуждаете Суд делать вам замечание Пригласите пожалуйста Свидетелей Сца Свидетелей Сца Пройдите Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Я машинистова Галина Ивановна Мама вот Олега Да мы знаем Галина Ивановна Вы знаете что с Олегом Произошло Да знаю Он мне все рассказал Сейчас суд интересует Взаимоотношения Которые сложились Между ответчиком И истцом После того Когда истец Переехал жить В квартиру ответчика Ну я вполне уверена Что Лариса Дмитриевна Могла совершить такое Потому как Она неоднократно Угрожала моему сыну Минуточку А что вы А что значит Могла совершить Она совершила И ответчик признает Ответчик признает Что Вылила керосин А в результате того Что Ваш сын курит В неположенных Как я полагаю Местах Как мне кажется Хотя к делу Не имеет отношения Вот он бросил Туда этот окурок И взрыв Произошел Ну Лариса Дмитриевна Она Отношения Какие были Между ответчиком И истцом Отношения были Очень плохие С самого начала Свадьбы Как вы мне требовали Заплатить за свадьбу Не одинокой женщине С самого начала До свадьбы Когда дети Решили пожениться Я была очень рада И я тоже была рада А как же На такой пище Как я очередь Вон стоит Очередь Лариса Дмитриевна Да вы даже На свадьбу Ни копейки Не дали Так вы то Извините У вас полная семья А я где возьму Обносилась Совсем и так А почему же тогда Очередь то Если ни копейки Не дали Ни копейки Ни копейки Ну а почему Очередь то тогда На такую тещу Так у меня Красавица какая Невеста то Красавица Да ничего Красавица Понятно Так вот надо радоваться За детей Что они оба красивые И оба друг друга любят Чтобы они жили Галина Ивановна Тунеядца мне вот сюда Вот сюда вот повесила Тунеядца Отвечек Вы что содержите Отвечек Отвечек Трусы Демонстрировать только научились Скажите пожалуйста Что вы содержите ИССА Я содержу Кормлю Пою Убираю все Кто тебя просит Это делать Объясни Ну кто Ваша честь Он студент 4 курса Это работа Его подработка Только и всего лишь Это же не основная Его работа Не содержит Неправда кстати Ничуть не содержит На 7000 Что можно купить Отвечек У вас есть доказательства Тому что вы Содержите ИССА Да конечно Какие У меня есть Справки Которые я предоставила Они должны быть Какие справки О том что вы Я вашу еду кушаю А у меня все Я предоставила Костюм тебе купила Недавно Справочка что вы не верблю Кроссовки мои ходишь Не надо И маечку вот эту Выставил Которую модненькую Я купила Да что вы говорите Это я лично купил На свои деньги Все квиточки есть Скажите пожалуйста Вы молодой человек У вас вся жизнь впереди Ну я надеюсь Это не факт конечно Не за квартиру не платят Скажите вы платите за квартиру Ну частично я конечно Добавляю я так сказал Сколько А за еду вы даете деньги Не то что даю деньги На содержание Мы покупаем С моей женой В принципе сами еду стараемся Но Такую благодарность нам оказывает теща Чтобы там лишний раз Подсыпать какой-нибудь Слабительный А думаешь у меня запоры Тут фу вроде все путем Я не знаю Значит не подсыпано Подсыпаешь Подсыпала Зачем вы живете вместе Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Меня обвинили в том Что я не совершал Судья Николай Бурделов Рассматривает любые дела Моя собаку толком трахнула Вы представляете Моя собака теперь инвалид Калека Самые скандальные дела Мужики кричали Так это же мы Бросили В программе Судебные страсти С Николаем Бурделовым Смотрите в следующей программе Их невозможно отмыть Эти часы Почему? Золото же Нет Ну все равно Не получается Я уже Как бы Обращался к специалистам Золотые часы Юрия Астрова Неожиданно стали зелеными Руководитель предприятия Провел расследование И утверждает Что часы испортил Его заместитель Который использовал их В обряде с целью Повышения потенции Мы сейчас в суде Пытаемся Решить вопрос мира А вы начинаете Опять оскорблять Ответчика Что значит Подавиться Всегда ли появление Родственника Это радость и счастье Для истцов Сергея И Надежды Это явно не так Троюродный брат Андрей Сухоруков Тритирует И запугивает их семью Не жалея даже Маленькую дочь Кухонный топор Она сама признается Кухонный топор Думаю Я эту смерть сейчас Разберусь Что это такое Прогоню 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 смерть Хватит Не хочу К Анне Терентьевне По ночам Стала приходить смерть Однажды В борьбе с непрошенной гостьей Пожилая женщина Ворвалась с топором В комнату внуков Именно после этого Она добровольно Легла в психиатрическую Лечебницу Оглашается решение суда По общему правилу гражданского законодательства Лицо В данном случае вы истец Право которого нарушено Может требовать полного возмещения Причиненных ему убытков Под убытками истец Понимается Реальный ущерб В том числе Вред здоровью И упущенная выгода При этом Не допускаются Действия граждан Которые Осуществляются С намерением Причинить вред Другому лицу Это к вам Ответчик В данном судебном заседании Суд считает Доказанным Намеренный То есть умышленный Вред Который Ответчик Намеревался И в итоге Причинил Истцу На основании изложенного Суд постановил Удовлетворить иск В полном объеме И взыскать С ответчиков Пользуясь Са 27 тысяч рублей И 7 тысяч рублей Всего 34 тысячи рублей Иск Удовлетворен В полном объеме Вам понятно решение Суда Ответчик? Слушание Дело окончено Решение суда Иск удовлетворить В полном объеме Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok